Ну, это последняя новость из рубрики Афиши, а свою культурную студию я продолжу сюжетом, как мы уже анонсировали ранее. Недавно мы побывали в гостях в доме у народного артиста России Эммануила Виторгана, который совсем недавно отметил свой 75-летний юбилей. Отметил здесь, в Юрмале. И вот как мы были у него в гостях. Полдень в будний день. В городе-курорте Юрмала тихо и сонно. Сонно в этот час и в доме Виторганов. Небольшом и по российским меркам, наверное, даже весьма скромном коттеджике недалеко от моря. 12 часов дня для артистов раннее утро. Здесь поздно ложатся и поздно встают. А уж после юбилея так тем более. Но гостям с латвийского телевидения здесь все равно рады. Пожалуйста, пожалуйста, заходите, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю вас с вашим юбилеем 75-летним. Здоровья, всяческих успехов, любви и всего самого-самого наилучшего от меня и от нашей программы, от латвийского телевидения. Постараюсь все исполнить, как вы сказали. Так и сделаем обязательно. Народный артист России, прославленный чародей советского кинематографа. И вот уже пять лет, как юрмальчанин. Как только появляется перерыв в плотном графике съемок, Эммануил Виторган со своей женой Ириной спешит сюда. Из шумной суетливой Москвы к тишине, соснам и морю. Здесь он открыл свой Виторган-клуб, где периодически проводят творческие вечера и встречи друзей. Здесь же Эммануил Гедеонович отмечал и свой 75-летний юбилей. Сегодня мы немножко, видите, заставлены цветами. Я так понимаю, что это следы прошедшего недавно вашего юбилея? Да, да, да. Нам хотелось очень обязательно отметить и здесь, в Юрмале, юбилей. Она ласково зовет его Эммочка, а он ее Ириша. Они вместе 15 лет. Это третий брак Эммануила Виторгана. Брак с латвийскими корнями. Ирина Виторган в девичестве Млодик, родом из Юрмалы. А точнее, из Каугуря. С разрешения хозяйки поднимаемся наверх, в самую личную часть дома. Здесь Эммануила Гедеоновича. Кабинет. Такой творческий немножко беспорядок. Здесь он творит. Это вот... Ходите. Гардеробная. Мечта любой женщины, действительно, так, чтобы отдельно от мужчины существовать, правда? Это вот такое красивое платье от Маскина. Вот в этом платье я была на юбилеем. Вот здесь у нас гостевая спальня. Первые это были наши дети, кто остановились здесь. Максим с Ксюшей. Дети Максим и Ксюша, они же российский актер Максим Виторган и известная телеведущая Ксения Собчак, навещают родителей нечасто. Работа. Но, приехав в Юрмалу, непременно останавливаются здесь. Показывай дальше. Это наша спальня. Вот наша спальня большая, такая очень просторная. А здесь из окна виден наш дворик. И утром мы встаем и смотрим, думаем, боже, неужели это с нами в жизни происходит, такой рай. В этом маленьком раю виторганов на берегу Рижского залива звездная семья чувствует себя комфортно и спокойно. За рукав на улицах никто не тянет, с предложениями выпить на брудершафт особо не пристают. Интеллигентная тут публика, говорят виторганы. А вот летом здесь особенно хорошо. Культурная жизнь бьет ключом, концерты, фестивали. Правда, будут ли они этим летом, пока вопрос. И хоть официальных заявлений еще никто не слышал, но виторган уже сожалеет об уходе новой волны из Юрмалы. Еще бы, под боком, да и к тому же, как говорят, именно он придумал название конкурсу «Новая волна». Таким образом, словно став крестным отцом фестивалю. Мы связали Игоря Крутова с нашим великим композитором. С Павлосом, да, конечно. Это мы их связали вместе, и вот оттуда пошла новая волна. Я думаю, это большая ошибка тех руководителей, которые на этом настояли и сделали так, чтобы они ушли. Мне кажется, это большой урон для людей, здесь пребывающих. Свои 75 народный артист России встречает с улыбкой. Хоть и признается, 75 уже даже не 74. Когда мне было 74, я совершенно не ощущал возраста, ничего. И вдруг, когда наступил 75, я почувствовал, что это возраст. Но единственное, что меня утешает, что я из семьи долгожителей. Но, как и прежде, он непринужденный, легкий и вальяжный. Все еще много работает на съемочной площадке, в театре, а отдыхает здесь, у моря, в своем юрмальском доме, где каждый уголок, как маленький кинокадр его жизненной киноленты. Длиною 75 лет. И до титров еще далеко. Всего доброго всем. Благодарим телевидению. Благодарим себя за то, что мы имеем возможность об этом сказать. Целуем. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова